Всем привет! Продолжаем разговор о низких нотах. И сегодня я хочу рассказать вам, почему при пении низких нот зачастую пропадает смыкание голосовых связок. И что самое неприятное, от чего, если долго и продолжительно петь низкие песни, голос садится, связки устают. В чем причина? Пока рассказываю о нашей русскоговорящей манере. Когда мы поем низкие ноты, у нас опускается гортань. И тем самым, опускаясь, связки укорачиваются. Благодаря чему они становятся толще. Нота, которая извлекается от прохождения воздуха сквозь такие толстые связки, она ниже. В какой-то момент воздух уже не может заставить голосовые связки колебаться. Это можно сравнить со струной. Когда мы ее расслабляем, тон нота становится все ниже и ниже, извлекаемая струной. И когда натяжение становится уже слабым, она просто перестает колебаться. Может быть не совсем корректный пример, но попробую показать на пальцах. Представим, что это голосовые связки. И в какой-то момент они расслабляются и укорачиваются. Теряется это натяжение в самих связках. И воздух, скажем так, тупо расталкивает их в стороны и проходит сквозь них. Пропадает смыкание, пропадает тембр в этот момент. Что делаем мы, чтобы вернуть этот звук на таких расслабленных связках? Начинаем выдыхать сильнее. Благодаря сильному выдоху, возможно, удастся создать какое-то небольшое колебание, но тоже там буквально на паре нот вниз. А на самом деле что происходит? Расслабленность связки уже не ударяется друг об друга благодаря сильному потоку воздуха, а начинает колебаться края связок. Именно в этот момент мы слышим такое вот, я не знаю, как правильно его назвать, пение с придыханием на низких нотах. Вот, попробую изобразить. То есть смыкание вы можете слышать абсолютно нет, колеблется только края связок. И с одной стороны нота звучит, но с другой она неполноценная. Тембра в ней нет. Вот еще раз слушаем. Ну, в принципе, можно ее даже в какой-то степени раскачать, дыхание. Вот я об этом говорил, да, несколько нот возможно зацепить более сильным дыханием и даже начинают вибрировать грудные резонаторы. Но при этом звук тембрально неполноценный. Попробую еще ниже. Вот. Уже смыкания нет и слышен такой шелест воздуха. Ну, где-то там на фоне улавливается низкая нота, но это не то. И, естественно, вот такой интенсивный поток воздуха, он сильно вредит голосовым связкам. То есть, возможно, связки, мышцы в связках напрягаются от этого потока, сопротивляясь ему, чтобы хоть как-то зацепить эту ноту. Либо просто сильный поток воздуха вредит им. Недаром говорят, что шепотом разговаривать вредно. Вот примерно эти процессы происходят на голосовых связках. Возможно, какое-то напряжение в районе голосовых связок позволит им смыкаться плотнее на таком укороченном состоянии. Но на самом деле у меня есть для вас совершенно иной совет. О нем я расскажу вам в следующем видео. Как сохранить смыкание на таких укороченных связках толстых. Как не потерять тембр в звуке голоса и как, наконец-то, суметь спеть низкие ноты без вреда для голосовых связок. Чтобы не пропустить это видео, подписывайтесь на канал и обязательно поставьте колокольчик. Благодаря этому колокольчику, как только видео загружается на канал, оно сразу отображается у вас. А не так, что через день или через два появляется в виде таких уведомлений на вашем устройстве. На этом все. До скорых встреч. Спасибо за просмотр. Пока.